Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. А если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение Европейского Союза, заявив, что Украина, Молдова и другие государства, которые модернизируются и стремятся стать членами ЕС, должны получить такую возможность. Об этом он заявил на встрече группы Arayolos в Риме. Неформальные встречи президентов парламентских и полупрезидентских государств членов ЕС. Мы не вызовем доверия, если нашим партнерам, которые предпринимают усилия по модернизации и хотят присоединиться к нашему сообществу, не будет предоставлена такая возможность. Поэтому я говорю о расширении. Мы Европа, континент, а не клуб для избранных, сказал президент Польши. Он выразил сожаление, что спустя более 30 лет после падения железного занавеса территория Европы все еще остается разделенной. Сегодня занавес сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства. Я говорю это открыто, в непосредственной близости от нас европейские страны, которые должны быть частью нашего сообщества, отметил Анджей Дуда. По его словам, речь идет об Украине и Молдове. Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости и видел молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны. Все мы видели Украину в 2014-м, где молодые патриоты и демократы погибали на баррикадах за то, чтобы их страна имела шанс однажды войти в европейское сообщество. И если мы хотим, чтобы союз был действительно Европейским союзом, мы должны продолжать политику расширения, убежден президент Польши. Отметим, что Кишинев заинтересован в региональных инициативах для укрепления региональной безопасности и стабильности на границах ЕС. А Молдова и Польша могут сотрудничать в области регионального развития, сельского хозяйства, налогового администрирования и цифровизации государственных услуг. Об этом рассказала президент Молдовы Майя Санду 26 августа на пресс-конференции со своим польским коллегой Анжием Дудой. Майя Санду сказала, что власти Молдовы хотят более тесных отношений с ЕС. «Мы рассчитываем на поддержку Варшавы в продвижении сотрудничества в рамках восточного партнерства. Мы хотим более тесных отношений между Брюсселем и другими европейскими столицами и странами восточного партнерства, особенно с Молдовой, Грузией и Украиной». Республика Молдова хочет участвовать в других важных региональных инициативах, которые могут укрепить безопасность и стабильность в нашем регионе на границах Европейского Союза, сказала Санду и напомнила об инициативе «Трех морей» – региональной платформе, которая предполагает укрепление инфраструктурных связей и экономического потенциала стран региона между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Стороны обсудили также возможные двусторонние проекты сотрудничества Молдовы и Польши. «Мы хотим извлечь уроки из опыта Польши в области регионального развития и сельского хозяйства, налогового администрирования и цифровизации государственных услуг. Сегодня мы обсудили возможные конкретные проекты сотрудничества в этих сферах. В этом контексте у нас есть хороший потенциал для сотрудничества», – сказала Мая Санду. Президент Польши, в свою очередь, отметил изменения в Республике Молдова, по примеру, Польши, возможны. Просто в Молдове ситуация сложнее и предстоит еще много работы. Чтобы Республика Молдова стала сильным и демократическим государством, необходимы перемены. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. А также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.